Продолжение следует... Группа Монгс образовалась в 1964 году в Западной Германии. Монгс переводится как монахи. Пять американских солдат, служивших нефиг делать, решили поиграть музыку и собрали этот коллектив. Музыка Монгс в то время очень сильно отличалась от того всего, что было на рынках Европы и Америки. В музыкальной составляющей главную роль играл ритм, рваные риффы, аккорды, дерзкие тексты, никакой мелодики. В общем, панк-рок. Звук Монгс тоже был в то время очень нестандартен. Грязный саунд, специальный перегруз. Фишку добавлял также второй гитарист, а точнее он играл на таком вот самопальном банже, выдавая тоже такие различные звуки. Плюс ко всему прибавьте к этому орган. И, конечно же, внешний вид тоже играл очень важную роль. Ребята старались стилистически выглядеть как монахи, одевали в черные одежды, делали такие вот пояса из веревок. Доходило до того, что даже петли на шею, как бы такие вот тоже батафорские делали. И, конечно же, самой фишкой было то, что они выбривали себе темечко, как вот католические монахи. Естественно, концерты проходили порой даже с курьезами, то есть драки какие-то, степки и скандалы. В общем, все вот это вот атрибутика так называемого панк-рока. В 64-65 было записано несколько синглов, ну так, чтобы, как говорится, было. А в 66-м выходит их дебютный альбом под названием Black Monk Time. Надо сказать, что альбом не пользовался широкой популярностью, особенно в Америке, в странах Европы. И лейбл Polydor Records, в общем, со скрипом, так сказать, заключил с ними контракт. Но надо сказать одно, что сейчас вот эта вот пластиночка Первопресс стоит больше 1000 долларов. Так что вот такие вот, как говорится, дела, время показало. Также лейбл Polydor, в общем, из-за скандальной лирики, особенно анти-военной, антивьетнамской, не хотел продавать этот альбом в Америке, и поэтому продажи его были не очень хороши. И, естественно, концерты тоже проходили не очень хорошо, так как продаж особых не было. Группа была популярна в Западной Германии и каких-то вот европейских странах. Вообще, судьба этого альбома достаточно, так сказать, уникальна и в то же время плачевна. В 80-х годах он впервые вышел на кассетах, а в 94-м году сами участники Monks издали его сам издатом на своем мини-лейбле на дисках. Сейчас этот альбом периодически переиздается с разными бонусами. В диджипегах, тоже там, в разных изданиях, в джевеле. Но найти его по-прежнему трудновато, в принципе, кто хочет, тот найдет, но, однако, вот так. Группа также после выхода альбома провела тур в поддержку альбома, но, как я и говорил, он прошел не особо удачно из-за низких продаж. Продюсеры стали давить на группу для того, чтобы она смягчила саунд, убрала вот банджо, как-то вот больше коммерциализировалось, и они даже записывают несколько синглов такого, помягче сказать, образца. Но, тем не менее, это не очень нравится самим участникам, но группа продолжает, так сказать, жить. В поддержку этих синглов группа также засветилась на ТВ. Также после этого группа отправилась в тур по Швеции. Там ребята тоже получили свою каплю славы, в общем, группа и публика принимала их на ура, также засветились на местном телевидении, в общем, все было хорошо. Опять после этого тура, уже в 67-м году, опять на группу начинается давление со стороны продюсеров, смягчение саунда. Тогда же начались первые разногласия в команде, и группа распалась. Кто-то покончил с женицевым убийством, кто-то вернулся к себе на родину, ну, а кто-то попросту забил и жил своей жизнью. Уже в 99-м выходит компиляция всех синглов и бисайдов, так называемых, не вошедших на полноформатник. Тогда же группа решает вернуться на сцену и дает три концерта в Нью-Йорке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было еще позже несколько попыток воссоединения в нулевых, но с каждым годом участников группы стояло все меньше и меньше. Они попросту умирали. Кто-то из-за сердечных проблем, кто-то из-за возраста. В общем, в итоге к 2014 году из участников не осталось никого. Надо сказать, что МОЛС произвели достаточно большое влияние на многих музыкантов, и многие из них в качестве каких-то вот своих вдохновителей и групп, повлиявших на их творчество, иногда нет-да-нет упомянут МОЛС. Если вы не слышали, послушайте ради интереса, так сказать, кругозора. Местами достаточно интересная и стебовая музыка, особенно если учесть, в каком году это было записано. Ничего не потеряете. На мой взгляд, некоторые песни достаточно хороши и сейчас. Собственно, это все, о чем я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok